Старые болты, гайки, шурупы, давно отслужившие свое детали машин. Одни несут это в утиль, а другие в творческую мастерскую, где придумывают свой удивительный стиль и делают настоящие предметы искусства. Рязанцы и гости города частенько имеют удовольствие наблюдать необычные, замысловатые и удивительно красивые предметы мебели, отдельные скульптуры и целые композиции, выставленные прямо на улице или внутри крупных торговых центров, как здесь. Мимо проходят редко и посмотрят, и потрогают, и фото в Инстаграм. Все это работа творческой дизайн-студии «Творюки». Вот у нас есть основной рабочий коллектив. Это я, это Фуштей, Юрий, наши художественные руководители, и Алексей Цыганков. Не было ни долгих обсуждений, ни определенной задачи. Просто лет 10 назад трое не обделенных талантом и терпением друзей оглянулись и поняли, опыта за ключами хватит на что-то большее. Это как раз мастерская, в которой в основном рождается живопись. Здесь происходит иногда наполнение электрикой фонарей. То есть, ну, это вот как комната, она, скажем так, ну, такая, ну, наша, скажем так, душа. Душа живет абсолютно в каждой такой работе. Тонкое кружево их произведений искусства соткано из самых простых деталюшек, в которых только при внимательном рассмотрении увидишь гайки, шурупы и тому подобное. В любом случае мы обладаем своим стилем мышления, естественно, своим видением и искусстве. А у нас создан свой стиль, который называется трэш-метал. То есть этот стиль, который реинкарнирует, скажем так, железо, которое было когда-то использовано, когда-то создано. Когда-то инженера, механики трудились для того, чтобы там получить определенную деталь с определенной точностью, с определенной формой. Она работала долгое время, приносила людям пользу, была востребована. Ну, через некоторое время она устарела просто и стала ненужной. Сначала это был просто светильник, но люди очень быстро привыкают даже к самым красивым вещам, говорит Максим, и требуют прежде всего функционала. Так родилась очень любопытная идея продумать множество ниш и балкончиков под размер обыкновенной бутылки. И светильник превратился в полукосмический бар. Работа трудоемкая, но того стоит. Когда мы стояли в Москве, подошли два слесаря, и о них, наверное, минут 40 шло обсуждение, из чего состоит замок. Они все детали, они даже из одной детали чуть ли в драку не начали спорить, что же это за деталь такая. Это корзина сцепления от москвича или от какого-то другого автомобиля. Я не помню, то есть на самом деле. И эта вариация подставки под напитки тоже удивила и порадовала поклонников. Но больше всего, как сегодня говорят лайков, набрал утюг мангал. Когда его открываешь, здесь можно пожарить шашлык, здесь полностью открыть стол, здесь можно разложить закуску какую-то. И опять же, эффектность подобной вещи, ее не стыдно дарить президенту. В работах трэш-метал нередко угадываются отголоски стимпанка, особенно модного сегодня в рядах массовых художников Европы и Штатов. Вот только у нас таких ценителей немного. Люди еще не оттаяли от советских стереотипов и не готовы к смелым экспериментам. Больше всего споров вызвала скульптура «Ангел на велосипеде». Во Владимире, например, дворюков обвинили чуть ли не в нарушении федерального закона. И это при том, что работа уже не раз была представлена широкой публике. Только на дне города в Москве возле ВДНХ с ней сфотографировалось около 100 тысяч детей. Видимо, градоначальники редко посещают музеи и выставки, раз все, что смогли увидеть, это одну единственную деталь. Их работы вообще очень тепло встречают в крупных мегаполисах. Вот именно этот заборчик, он создавался для выставки в Крокус-экспо. Весной этого года мы выставлялись в Крокус-экспо. Нас каждый год туда зовут, участие нам дают бесплатное, нам специально дают стенд, нас только просят одно. Ребята, пожалуйста, удивите. Пожалуйста, удивите, пускай к нам придут люди. Потому что на вас 100%, если мы вас объявляем, то есть то, что вы будете, 100 тысяч человек на выставку лишних приходит гарантированно. Кстати, Владимирская выставка в какой-то степени сыграла для творюков очень важную роль. Именно на нее посмотреть работу рязанских умельцев зашла интересная дама Наталья Лепехина, ныне невеста Михаила Кокшенова. И почти сразу сделала новый заказ, попросила увековечить память первого мужа. Он родился в год дракона, а в городе Радужном руководил заводом по производству систем управления по добыче нефти. И этой информации хватило для грандиозной задумки. Она отвергла слова сразу все остальные варианты. Она сразу установилась на этом варианте. Вот, высоту эта скульптура, 6 метров, ее мы установили в мае этого года. Вот, к сожалению, этот город закрытый. Не прошло и месяца, как заказчица пришла снова. Наталью Лепехину огорчало, что молодожены, которые отдыхают в ее кафе, вынуждены искать место для фотосессии. Так родился новый проект «Крылья». Большие крылья с большим оптимизмом, которые должны их нести на эту жизнь. Они, по идее, должны вставать и целоваться как раз с вырастающими крыльями. Такова идея. Ей идея и понравилась. То есть мы на данный момент, буквально в начале сентября, мы закончили установку этой скульптурной композиции. Что примечательно, именно женщины в холодном металле, в брутальном камне или теплом дереве, первыми видят ту самую душу. С женской легкой руки родились и знаменитые тварюковские улитки. Одна такая улитка, она, например, живет у Николая Николаевича на даче дорозного. В этом кропотливом деле конкурентов у них по большому счету нет. Если и отыскивается где-то самобытная левша, то, как правило, стремится к быстрой славе и в первую очередь наживе. Одними инсталляциями и перформансами удачу за хвост не поймаешь. Каждая работа должна вызывать аппетит. Наш заказчик, ну, человек с собственным стилем, с собственным вкусом. Это человек, который, прежде всего, уже не может, даже и не хочет, и не будет. Он создает сам для себя стиль жизни, он хочет получать только лучшее. Они не кичатся дружескими отношениями с Никасом Сафроновым или Евгением Гришковцом. Это скорее пресса, увидев фотографии с Примадонной, Читой Виторганов, Майдановым или Охлобыстином. В ожидании сенсации пускаются в расспросы. Здесь, например, на кусок нашей выставки из ВДНХ, тут я попросил Брежнева, современного, который фотографируется с туристами, изобразить выстрел в Ленина. Они сомневались, но за 500 рублей не удалось их убедить сыграть в такую композицию. Вот на этих двух фотографиях изображена наша весенняя поездка в Брест. А здесь как раз посол Российской Федерации в Беларуси, губернатор Брестской области и наш консул в Бресте. Предложение новой идеи заказчику можно сравнить с постановкой диагноза. Они, как опытные хирурги, осторожно докапываются до самых глубин сознания, чтобы, не дай бог, не поранить возникшее хрупкое представление о желаемом. Как вот, например, выбирая когда парфюм, то есть человек начинает нюхать, и через некоторое время у него эти запахи уже смешиваются, он уже не понимает, что он хочет. Если вам бы дали понюхать 2-3 запаха, так же и мы. Мы всегда предлагаем обычно 2-3 варианта. Вот этих позитивных зайцев, у нас их целая коллекция уже собрана. То есть в эскизах, значит, есть зайцы с гармошками, зайцы с дудками есть, есть зайц-палач, например, есть зайцы-охранники. Тема рыбок тоже приносит им удачу. В 2010 году они создали настоящий японский сад. Рыбки на песке, буквально набитые фонарями. Они не могли и представить, насколько актуальной окажется эта композиция. После трагических событий на Покусима-1. В итоге еще одно гран-при. Глядя на любую из таких работ, даже будучи убежденным реалистом, на каждой полке пытаешься найти чуть ли не волшебные инструменты, а за дверью армию работников. Но кроме книг по истории и живописи, до обычного набора кисточек и фурнитуры, ничего в поле зрения не попадает. У того мужика, у которого растут руки правильно, у него вот этот набор есть обязательно даже дома. Я молчу про гараж. Если там, особенно в гараже. Действительно, здесь есть какие-то некоторые специфические вещи, например, инструменты для резки, то есть, да, шведские. То есть, да, это специфический инструмент. Но он нужен для, например, именно резьбы по дереву. То есть, потому что вот эти вот как раз выступы на этом инструменте и дают, то есть, нужное углубление, то есть, нужный вырез. Одни не чают в них души, другие осуждают, третьи с восторгом ребенка разглядывают детали. Все это в любом случае уже сейчас говорит о признании и уважении. Остается пожелать новых заказчиков и скорейшей оттепели в сознании закостенелых умов. Субтитры сделал DimaTorzok